Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр и мы поговорим о томатах, которые у нас высажены, которые уже растут. Что необходимо сделать для того, чтобы обезопасить наши посадки от болезней и вредителей? Ну, как бы с вредителей, помидор не так уж и много, этих вредителей, но тем не менее есть вредители многоядные, типа медведки, которые могут просто-напросто уничтожить нашу рассаду и есть слизни, они тоже могут нашу рассаду погрызть, она тоже им по вкусу приходится. Ну и колорадский жук, как бы вот это три объекта, которые могут уничтожить наши помидоры. Что необходимо сделать, чтобы уберечь наши посадки? Ну вот, если вы заметите, уже одно, что делается у меня уже, сразу видите, все кустики замульчированы соломой. Раз они замульчированы соломой, значит, уже слизня дорога закрытая, потому что по соломе слизни не передвигаются. Брушка их нежная, и оно, сами понимаете, солома жена как бы грубая, режет брушка, и они уже не будут трогать посадки помидоров. Точно так же можно от медведки избавиться. Вот эту солому разложить где-то кучками на каждом растении по нескольку гранулах приманки. Приманки медведоксы, правотоксы и прочее, берете так, сыпаете под эту солому, разложили, все, медведка придет, покушает. Особенно будет эффективно, если все эти приманки правотоксы и там другие, и медведоксы, вы капнете подсолнечным маслом. Перед тем, как рассыпать, капнете подсолнечным маслом, его тогда стопроцентная поедаемость медведками. Медведка и другие, и хруши даже, любят запах подсолнечного масла, будут найдаться приманки, соответственно, погибнут, не причинят вреда нашим растениям. Ну вот колорадского жука придется на помидорах применять химию мы не будем, нежелательно, потому что мы кушаем плоды. Тут придется просто-напросто его собирать вручную. Собирать вручную колорадского жука. Ну и дальше такие способы борьбы, такой простой, как опудривание растений древесной золой. Опудривая растения древесной золой, наш жук тогда просто-напросто не будет поедать наши помидоры. Ну а с дождями, туманами зола будет опадать вниз, и, соответственно, будет поступать в почву, и послужит хорошим фосфонокалинным удобрением для наших помидоров, что значительно будет усиливать их иммунитет. Ну а по болезням? По болезням самая опасная болезнь, которая повсеместно и в теплицах, и в открытом грунте, в наших условиях свирепствует, это фитофтора. Ну, особенно она активизируется во трое-половине июля месяца. Но меры необходимо принимать заблаговременно, потому что первые очаги фитофторы, они появляются в июне. Уже в июне появляются очаги фитофторы. Мы обычно их как-то пропускаем. Есть ли на ваших помидорах пожелтевшие листья с какими-то точками, значит, знайте, что это уже предвестники фитофторы. Это фитофтора, эти листики необходимо что? В первую очередь поудалять. Несмотря на то, взять ножницы и взять, сразать эти больные листья, собрать и где-то закопать их в землю. Не оставлять на участке, чтобы эта инфекция, листья не высыхали, инфекция не разносилась ветром по вашему участку. Это самое первое, что надо принять. Ну, следующее, что необходимо предпринять. Наши помидоры необходимо защитить. Защитить от фитофторы. Ну, и, соответственно, от большинства других болезней. Поэтому их необходимо обработать. Чем необходимо обработать помидоры? Ну, значит, методики, если под этим в интернете существует, масса. Вот. И молоко, и сыроводка, и пенкацеп, и эксихом существует. И зеленкой обрабатывают. Ну, способ можно выбрать любой. Но из своего опыта я замечу. Да и фермеры этим занимаются все. Первую обработку они всегда делают препаратами, которые системные. Которые системные, которые сразу попадают в систему. И уже как бы болезни развиться на растении. Ну, в частности, препарат Акробат. Акробат очень хорошо работает на помидорах. Поэтому первую обработку делаем Акробатом. Вторую обработку мы можем сделать пенкацепом. Вот. Или эксихомом, орданом. Ну, это уже как, что у вас есть. Любой другой препарат. А вот потом, уже когда у нас начнут наливаться плоды и создавать, мы перейдем на биологические препараты. А биологические препараты очень простые и доступные. Это и молоко, это и кефир, это и сыроводка молочная. Значит, что необходимо только помнить, что любой из этих продуктов, можно сказать, который мы потребляем в пищу, можно прискать помидоры, брать 7 литров воды и 3 литра кефира, молока или сыроводки. Но нельзя превышать дозу. Если вы добавите больше, ваши помидоры получат ожоги. Вот почему некоторые так увлекаются такими обработками и получают эффект противоположный. Потому что завышена концентрация. Хотя вроде пищевые продукты, вроде они все безвредные, но растение к таким продуктам, как бы не очень привыкло, и поэтому может получить ожоги листьев. Так что помните об этом. Ну и соответственно, еще точно так же, на помидорах бывает вершинная гниль. Она часто повреждает помидоры, как в теплице, так и на улице. Ну вершину гнили вы представляете, на вершине плода черное пятно. Лечится такое заболевание очень просто. Есть удобрение, которое называется кальциевая селитра. Столовая ложка кальциевого селитра на ведро воды избавит ваши растения от вершинной гнили, потому что растения получат и азот, и получат кальций, который укрепит их иммунитет. То есть, как видите, способы лечения все доступные и простые. Ну, пенкоцеп точно так же можно использовать, но не забывайте, что препараты необходимо чередовать. Наша первая обработка крабатам, вторая, например, пенкоцепам, третья, оксихомам, четвертая, сыроваткой, и ваши томаты будут в очень хорошем здоровье и будут давать хорошие вкусные плоды. Поэтому вывод какой? Препараты необходимо чередовать, а не одним пенкоцепом весь сезон обрабатывать. Эффекта может не быть, потому что постепенно накапливаются такие возбудители этой болезни, которые уже устойчивы будут к пенкоцепу или к жгому препарату, и уже эффекта не будет. А вот если такую систему выстроите, сразу химия, потом только биологические препараты, значит, ваши помидоры будут все вкусные, их можно будет спокойно употреблять в пищу. Так что вот, если будете понимать вот эту систему, которую я вам рекомендую, значит, вы получите хороший здоровый урожай. Фитофтора не повредит ваши плоды. Ну и добавок не забывайте, что если у вас условия осень, установлено не осень, но в июле прохладные, сырые, значит, помидоры, которые побелели, они уже не растут. Значит, такие помидоры можно просто-напросто сорвать и дозавить в помещении. Они не будут повреждены фитофторой. А многие любители как бы оставляют, чтобы плоды вызрели на пусту, потом пару холодных ночей, фитофтора бурно развивается, и весь урожай на смарку, весь урожай приходится закапывать в землю. Так что не допустите таких ошибок. Сделайте, как я вам посоветовал, и получайте экологически чистый урожай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok